Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар и индексов на предстоящий день. Пятница, 23 февраля, и давайте начнем наш разбор, как всегда, с пары евро-доллар. По паре евро-доллар тенденция нисходящая сохраняется. Цель по снижению – это закрепиться ниже минимальной значения вчерашней торговой сессии, а именно отметка 1.2259, ну и далее двигаться уже на 1.2204. Возврат к покупкам по данной паре рассматривается после преодоления максимальной значения вчерашнего дня, отметка 1.2351. Пара британский фунт, американский доллар, также продолжает свое нисходящее движение. Цель по снижению обновления минимумов, которые были зафиксированы вчера на отметке 1.3856, ну и далее снижение на 1.3780. Ближайший разворотный уровень находится на отметке 1.3988, максимум вчерашнего торгового дня. Пара американский доллар, канадский доллар также продолжает свой рост. Цель – это уйти выше максимальной значения вчерашнего дня, это отметка 1.2755, ну а ближайший разворотный уровень находится на минимуме вчерашнего дня, отметка 1.2671. Пара американский доллар, японская иена вчера смогла преодолеть минимальное значение, которое мы увидели 21 февраля, закрепиться за этим уровнем, что в рамках часового таймфрейма переводит нас в фазу снижения с целями. Это обновление минимальной значения, которую мы видели вчера, ближайшая цель, ну и далее уже движение на отметку 1.1555. Возврат к покупкам по данной паре будет рассматриваться после преодоления максимальной значения, которую мы увидели 21 февраля, отметка 1.1788. Пока торгуемся ниже данного уровня, тенденция нисходящая в рамках часового таймфрейма остается в приоритете. Пара австралийский доллар, американский доллар также продолжает свое нисходящее движение. Цель – это обновить минимумы, которые были зафиксированы вчера, на отметке 1.7789 и далее двигаться на 1.7745. Возврат к покупкам после преодоления максимальной значения вчерашнего дня, отметка 1.7859. По паре евро-фунт тенденция нисходящая также сохраняется. Ближайшие цели по снижению – это уйти ниже отметки 1.8804, минимальное значение, которое мы увидели 20 и 21 февраля, ну и далее двигаться уже в область 1.8730. Возврат к покупкам по данной паре рассматривается после преодоления максимальной значения вчерашнего дня, отметка 1.8863. По золоту также тенденция нисходящая сохраняется. Цель – снижение обновления минимальной значения вчерашнего дня в области 1.320 долларов за троскунцию, ну и далее вероятность снижения до отметки 1.306. Возврат к покупкам рассматривается после преодоления и закрепления за уровнем 1.332. По нефтной марке Brent вчера, в второй половине торговой сессии, именно на данных по запасам сырой нефти, нефть марки Brent смогла обновить максимальное значение, которое мы видели 21 февраля, что возвращает нас уже в фазу роста вновь по данному активу с целями движения на 68.30. Возврат к продажам по данному активу будет рассматриваться после преодоления минимальной значения, которую мы увидели вчера на отметке 64.72. По индексу DAX также мы вернулись в стадию роста. Сегодня с утра мы торгуемся выше максимумов, которые были зафиксированы вчера на отметке 12.499. И следующая цель роста – это 12.750. Продолжение снижения будет актуально после преодоления минимума вчерашнего дня, отметка 12.281. По биткоину коррекционное снижение сохраняется. Вчера, в второй половине торгового дня, смогли преодолеть минимум в области 10.270. И на текущий момент фаза снижения сохраняется. Цель по снижению биткоина – это область 9.500 и 9.000. Возврат к покупкам по данному активу рассматривается после преодоления максимальной значения вчерашнего дня в области 10.900. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исаков Роман. Желаю всем хорошего завершения торговой недели, хороших выходных и увидимся уже на следующей неделе. Если вам полезно это видео, то обязательно ставьте лайк и ваши вопросы пишите в комментариях. Всем спасибо и до свидания.